Ну, ответа ни на один существенный вопрос нету, понимаешь? И великий интернет, он этих ответов не дает. Вот Мопассан. Чертовски я горжусь тем, что я прочитал роман «Милый друг». Сейчас читаю малую прозу, изумительный рассказ «Храмуля». Кратко про то, что девушка осталась с молодым человеком. Где-то на чердаке, а тут на чердаке их застали. Он завопил, что если поймут, что он не один, то вся его карьера испорчена. И она выпрыгнула в окно с третьего этажа и поломала себе ноги. А потом она до конца жизни была хромой, и лицо почему-то у нее покрылось волосами. И потом она умерла. И любила она всю жизнь именно этого молодого человека. Вот вам такой рассказ. Да, в Википедии я читал, что Мопассан, он, как говорится, что он мастер именно малой прозы. Но что касается крупной формы, вот именно его романа «Милый друг», вот именно когда я прочитал от точки до точки, вот именно от точки до точки, от первой до последней фразы, он до меня дошел, как он крут, Мопассан. И дошел смысл этого романа, этот роман до меня дошел. И здесь я в каком-то видео начал было говорить, что Мопассан не является великим писателем, является. Что я имел под этим в виду, понимаешь? Вот понятие, я уже про это говорю с Ильей Ильичем Башуруком в нашей прекрасной беседе, что величие, гениальность, это же некий атрибут. То есть, в принципе, смотри, про что веселай. Веселай про то, что великим можно и не быть. Но если ты имеешь атрибут, атрибут величия, то ты будешь считаться великим человеком. Вот и все. Но на самом деле ты им являться не будешь. Вообще, в принципе, это, понимаешь? Это ведь только всего лишь понятие. Вывеск. Мопассан написал просто... Я не знаю, каким словом назвать. Волшебный роман. Волшебный роман, милый друг. Он великий человек? Конечно. Вот вам и все, что называется. Ну и потом, понимаешь, опять же, опять же. Вот я всю свою академическую юность, я любил, да и сейчас я люблю, скрипача Остаха. А не так любил скрипача Хейфица. Ну, Хейфица, понимаешь, у него как раз именно этих атрибутов величия у него гораздо меньше. Но играет он не хуже. Играет он прекрасно. Может быть, даже в чем-то и лучше. Ой, в общем, такая тонкая игра. Не знаю, если вы поняли, о чем я говорю. Может, мне тоже это следует уже додумать до конца, прежде чем вещать. Но именно дело в этом. Дело в том, что что-то прекрасное, оно просто... Либо ты его сам можешь создать, либо оно просто может тебе явиться. Вот и все на этом. А не дело не в том, кто крут, кто не крут. Вот так, мне кажется. Но это, конечно, на определенно точно всем известных шедеврах.